Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах MOTRE DEPOT и сегодня я вам покажу газель, о которой многие спрашивали, мол откуда у тебя такая газель, как ее получить. Сегодня я постараюсь ответить на все эти вопросы. Думаю сразу скажу, что ни для кого не секрет, что эта газель является одной из привилегий для блогеров. Ну то есть тут уже ответ на вопрос, как получить газель сам по себе нарисовывается, но про него я расскажу еще в конце ролика. Сначала давайте посмотрим, вообще чем же газель-то это отличается. Перед у нее отличается только тем, что на капоте есть надпись TV, что слева, что справа у нас тоже самое, TV и телевидение. Сзади тоже надпись TV, у газельки другой скин и причем ее можно, как и обычную газель, красить в разные цвета, при этом скин не пропадет, эти все надписи будут, поэтому можете ее спокойно красить. Кстати да, данная газель доступна только в мультиплеере, если вы в одиночке попробуете эту газель получить, то никак не получится, только в мультиплеере. В одиночке газелька вот эта выглядит вот так. То есть вы понимаете, это та же самая маршрутка, только переделанная под TV. Ну а самое интересное у нас на крыше, что же предлагаю сесть в газель, чтобы лучше было видно. Тут у нас получается стоит такая система оборудования, так скажем, тарелка, ну так вот условно ее назовут. Рядом стоит какое-то оборудование, антенна, а также лесенка, чтобы при случае чего можно было подняться на крышу. Также на металлическом каркасе установили дополнительный свет, слева, справа и сзади, а спереди у нас стоит отдельный свет. Он вот на такой отдельной металлической дуге, причем это дополнительный свет, можно спокойно включить. Вот сверху включаются доп. фары. Что ж, ну и в принципе с газелью это и все. В салоне она ничем не отличается от обычной маршрутной газельки. Технические характеристики, скорость, все то же самое. Вы даже можете на ней поработать как на маршрутке. Все то же самое, тот же самый маршрут, столько же и платит. То есть газелька только внешне отличается. И вначале я говорил, что газель является одной из привилегий для блогеров. Вы спросите, а какие же там еще есть привилегии? Во-первых, ваш ник будет светиться таким синим цветом. Это выглядит примерно так. То есть где бы вы ни ехали, вас сразу же будут узнавать. Помимо синего ника, у вас будут синие сообщения в чате. То есть вы пишете, допустим, вот зашли на сервер и пишете всем привет. Отправляете сообщение и что ваш ник, что сообщение подсвечивается синим цветом. Вот, поэтому ваше сообщение в чате будет видно всем. Оно сразу же будет кидаться в глаза и это сообщение обязательно прочтут. На сервере вы получаете, так скажем, уникальную машину и цветной ник с цветными сообщениями в чате. То есть это очень прикольная штука. Мне это очень зашло. Большое спасибо разработчику и тем людям, которые помогали это дело реализовать. Итак, теперь я вам расскажу, как же получить эту газель и все вот эти привилегии для блогеров. Ну то есть ответ тут есть в самом словосочетании. Для блогеров. То есть все эти привилегии, они предназначены для блогеров. Вам нужно, не знаю, как бы это ни звучало, вам нужно стать блогером. Но мало залить три видоса на канал, снятых, я не знаю, на калькулятор, которые собрали два лайка и те со второго там левого аккаунта какого-нибудь и три подписки на канале. Нет, нет, этого будет, ребята, мало. Честно говоря, я не знаю, сколько вам нужно минимум подписчиков, чтобы вас приняли в ютуберов. Но я видел одного человека, у которого, точнее, у которой подписчиков чуть больше 600, но она имеет статус блогера. Так скажем, мотайте на ус, как бы 600 подписчиков, я думаю, это уже будет достаточно, чтобы получить статус блогера. Но это касается только подписчиков. Вам нужно еще, не то, что прям часто видосами пуляться по Мотор Депод, но вы хотя бы должны снимать на Мотор Депод хоть какие-то серии. И причем контент ваш должен быть качественным. Я видел, очень многим людям отказывали лишь потому, что у них некачественный контент. И я полностью согласен с администраторами, потому что я заходил на каналы этих людей и, боже мой. Но тут есть пару таких очень важных нюансов. Приведу пример. На канале у вас больше 20 тысяч подписчиков, например, вы такой довольно уже раскрученный блогер, вас многие знают, у вас очень качественный контент. Вы отправляете заявку на ютуберы, но ее не принимают. Почему? А потому что, ну, во-первых, там причины пишутся. А во-вторых, причина всего скорее является в том, что вы снимаете подобное видео по типу гайд, как скачать взломку, гайд, как скачать мод, как сделать мод, обзор модов и так далее. Вы же знаете, что моды и взломки запрещены правилами игры, а вы показываете, как это скачать, снимаете обзор. То есть вы авторов модов и пиратских версий поддерживаете, пропагандируете вот эти пиратские версии. Ну, это не очень есть хорошо и понятно, никто вам не даст блогерку, у вас хоть миллион подписчиков будет. Но если вы снимаете гайды по тому, как скачать взлом, то и вам не дадут, соответственно, ютуберку. То есть у вас история должна быть чиста. Канал должен быть хороший, приемлемый. Что ж, ну и последний пункт из сегодняшнего видео, это как получить эту ютуберку. Во-первых, вам нужно убедиться, что ваш канал соответствует всем требованиям, перечисленным чуть ранее. После того, как вы убедились, вы переходите по ссылке в описании, ну или просто же заходите на форум Мотор Депот. После чего вы, там получается, кидаете ссылку на канал, вроде бы там больше ничего не нужно. И уже администрация будет смотреть ваш канал, анализировать его. И вот, и там дальше два варианта развития событий. Первый, вам одобрили ютуберку и все просто замечательно. Второй вариант, менее благоприятный, вам не одобрили ютуберку, ну значит, что-то у вас не так. Причину там обычно пишут, почему вам не одобрили, поэтому там тоже вопросов возникнуть не должно. Если же вы оказались тем человеком, которому ютуберку одобрили, вас внесут в базу, добавят там в ютуберский чат. Кстати, на форуме там тоже будут прикольные такие плюшки. Все, вас внесли в базу, все замечательно, вы должны зайти в игру мультиплеер. И как вы видели, тут появилась вот такая вот кнопочка, вы по ней жмякаете и вам нужно авторизоваться как блогер. Там авторизация идет через ВКонтакте, но у меня возникла такая проблема. То есть я жмякал по этой кнопке, а тут фигакс и вот такая вот ошибка. Мне один человек посоветовал просто удалить версию ВКонтакте. Там через браузер получается я все зашел, все подтвердил и я авторизовался как блогер. Потом скачал приложение обратно и все было хорошо. В следующие разы вы просто должны жмякать по этой кнопке и у вас вот так вот будет писаться. Вам никуда не нужно будет входить, все будет происходить автоматически. Что ж, ну и на этом получается все. Встретимся в следующем видео или на стриме. Встретимся в следующем видео.